Привет друзья! Давайте посмотрим, что интересного было в продаже за последнее время. Возьмем самые дорогие лоты. Здесь будут как лоты поисковиков, так и коллекционеров. Но чтобы вы не думали, что все поисковики зарабатывают такие деньги. Это, так сказать, везет только счастливчикам. И то только в тех местах, где такие находки в принципе могут быть. Давайте не будем много говорить, а смотрите, чего почем продают. И первым лотом у нас будет вот такая вот необычная и совсем не дешевая награда. А именно орден красной звезды Бухарского НСР второй степени 1922 года с грамотой и фотографиями кавалера. Материал серебро, эмаль, бумага. Состояние определяйте по фото. Также продавец уточнил, что согласен на любого эксперта. Стартовую цену поставил 5508 долларов. За лотом следило 319 человек. Было сделано всего 4 ставки. И такой орден продан за 5894 доллара или 349011 рублей. А вот, так сказать, находка счастливчика. У нас Ауриус Квието. Материал золота, состояние по фото. И такая небольшая монетка даже с отверстием вызвала интерес у 147 человек. Они сделали 84 ставки. Это при том, что стартовая цена была 11750 долларов. А продан он был за 15794 бакса или 935264 рубля. Даже страшно подумать, сколько бы суда такая монетка, если бы она была без повреждений. Монетка Коронный Орд Сигизмунда 3, 1620 год. Материал серебро, состояние по фото. Как для такой монетки, состояние достаточно неплохое. Стартовую цену поставил продавец около 3 долларов. За лотом следило 183 человека. Было сделано 458 ставок. И такая монетка продана за 3306 долларов или 195816 рублей. А вот смотрите, какая красота. У нас Палкина 1723 года. Еще ее в народе называют Тигровик. Материал серебро, состояние отличное. Так пишет продавец. И уточняет, что это личная находка, которую он ничем не чистил. Просто помыл водой чуток от грязи. Стартовую цену поставил меньше доллара для большего азарта. За лотом следило 86 человек. Но было сделано 586 ставок. И такая монета продана за 4443 доллара или 263 117 рублей. А вот друзья, золото. Монетка из личной коллекции. Какого-то поисковика. 10 рублей 1776 года. Без резерва. Материал золото. 917 пробы. Состояние по фото, как по мне, отличное. Так пишет продавец. И уточняет, чтобы люди не делали необдуманных ставок. Стартовую цену поставил меньше 1 бакса. За лотом следило 137 человек. Было сделано 148 ставок. И такая монетка продана за 3854 доллара или 228 542 рубля. Кошелек римских монет. 168 штук. Вот это кому-то поперло материал, серебро, состояние по фото. Продавец уточнил, что это его личная находка. Все было найдено накануне нового года. Монетки ничем не чистил, просто помыл. Все звонкие и красивые. Стартовую цену поставил около 3 баксов. За лотом следило 118 человек. Было сделано 59 ставок. И такая куча монет продана за 1270 долларов или 75 260 рублей. А вот друзья, опять мечта. Куча пятаков, можно сказать клад. Куча крестовиков 170 штук. 1723-1730 года. Материал медь, состояние по фото. Продавец уточнил, что это его личная находка. Все монеты были найдены в одной куче. Он ничего не чистил, просто помыл водой. Вот когда я смотрю на такие находки, честно душит жаба. Я сколько копаю? Ни одного такого пятака, потому что у нас не те места. А тут человек вырыл 170 штук. С чем мы его и поздравляем. Стартовую цену поставил меньше 1 доллара. За лотом следило 24 человека. Но было сделано 169 ставок. И такая куча монет продана за 2386 долларов или 141346 рублей. 1 рубль 1796 года. BM материал, серебро, состояние по фото. Монета в красивой кабинетной патине. Смотрите внимательно на фотографии. Стартовую цену продавец поставил меньше 1 доллара. За лотом следило 54 человека. Было сделано 107 ставок. И цена достигла 7895 долларов. Но, увы, продавцу этого показалось мало. Торги были отменены, так как была установлена резервная цена. Монетка не была продана. Маловато. Были в продаже, конечно же, и награды. Комплект орденов с документами. Военное награждение. Материал серебро. Эмаль. Предположительно, гайка на ордене Невского. Не серебро. Состояние. Оценивайте похода. И продавец опять уточнил, что есть все доки на эти награды. Стартовую цену поставил 2460 долларов. За лотом следило 17 человек. И под конец торгов все-таки была сделана одна ставка. И такие награды проданы за 2460 долларов. Или 145693 рубля. А вот смотрите, какая старина. Гольшатский меч. Материал бронза. Состояние коллекционное. Продавец уточнил, что награды в Минской области. А больше информации узнает покупатель при выигрыше. Стартовую цену поставил меньше 1 доллара. За лотом следило 197 человек. Было сделано 64 ставки. И такой меч продан за 3675 долларов. Или 217 452 рубля. И последняя ставочка была по блиц цене. А может быть набрал бы и больше. Друзья, вы думаете денег стоят только монетки из металла? А вот и нет. Смотрите, Россия 5 рублей 1827 года. Материал бумага. Состояние хорошее. Продавец сделал скан, чтобы показать полное состояние данной купюры. В описании добавил размер 135 на 184. Стартовую цену поставил 550 долларов. За лотом следило 189 человек. Было сделано 104 ставки. И такая купюра продана за 1504 доллара. Или 89 264 рубля. И опять у нас награда. А именно орден Александра Невского. Под номером 2588. Материал серебро. Состояние по фото. В описании продавец уточнился. Смотрите внимательно на фотографии. Серьезных изъянов нет. Стартовую цену поставил меньше доллара. За лотом следило 105 человек. Было сделано 72 ставки. И такая награда продана за 2757 долларов. Или 163 307 рублей. Но какие торги без янтаря? Конечно же были и бусы. Красивые янтарные бусы. 49 грамм. Материал янтарь. Состояние по фото. В описании продавец уточнил. Старинные янтарные бусы. Весом 49,5 грамма. Длина около 30 сантиметров. Самая большая бусина 2 сантиметра. А вот самая маленькая 9 миллиметров. На нескольких бусинах есть маленькие сколы. Стартовую цену поставил меньше доллара. За лотом следило 27 человек. Было сделано 35 ставок. И такие бабушкины бусы проданы. За 1439 долларов. Или 85241 рубль. 3 рубля 1835 года. Материал платина. Да, друзья, вам не послышалось. Были монеты из платины. Состояние по фото. Вес такого красавца 10 грамм 21 сотая. Стартовую цену продавец поставил 73 доллара. За лотом следило 118 человек. Было сделано 158 ставок. И такая монетка продана за 2205 долларов. Или 130 508 рублей. Полтина 1705 года. Материал серебро. Вес 14,43 грамма. Состояние по фото. Стартовую цену продавец поставил 37 долларов. За лотом следило 145 человек. Было сделано 156 ставок. И такая монетка продана за 2056 долларов. Или 121795 рублей. Был в продаже и вот такой вот красавец перстень 18 века. Материал золото, серебро, бриллианты. Да, друзья, настоящие бриллианты. Состояние по фото. Также проводилось предпродажное обслуживание. Полировка и расчистка. Стартовую цену продавец поставил меньше 3 долларов. За лотом следило 92 человека. Было сделано 63 ставки. И цена такого кольца достигла 3308 долларов. Но, увы, он так и не был продан, потому что была установлена резервная цена. И суммы больше 3000 продавцу показалось мало. Рубль 1704 года. Материал серебро. Состояние по фото. Также продавец уточнил, что монета после профчистки. Это видно. Кое-где чего-то подрезалось. Кое-где чего-то чистилось. Очень тщательно. Стартовую цену поставил меньше 3 долларов. За лотом следило 113 человек. Было сделано 73 ставки. И такой рубль продан за 2919 долларов. Или 172874 рубля. И последний лот на сегодня. Это у нас заморское золото. А именно 20 долларов 1874 года. США. Материал золота. Вес 33,45 грамма. Состояние определяйте по фото. И продавец сделал очень много неплохих фотографий. Стартовую цену поставил 37 долларов. За лотом следило всего 5 человек. Но было сделано 111 ставок. И такая заморская монета продана за 1357 долларов. Или 80403 рубля. Спасибо друзья за просмотр. Хочется услышать ваше мнение. По поводу того стоит делать часто такие видео или нет. Интересно вам слышать про то сколько стоят находки или не очень. Да может быть взять находки подешевле. Так сказать народные. Те которые находят поисковики просто на полях. А не те что продают там ух за бешеные деньги. Мне очень важно ваше мнение. Не ленитесь пожалуйста напишите. Буду ждать комментариев от вас. Субтитры сделал DimaTorzok